Каждому из нас периодически хочется тишины и покоя. Что ж, такие места возможно найти даже совсем рядом с огромным мегаполисом. Всем привет, меня зовут Элла, сегодня приглашаю вас прогуляться по милому городку под названием Метапек. Метапек находится примерно в 60 километрах от столицы Мексики, Мехико. Городок этот достаточно прохладный, так что свитерок или кофточка вам вовсе не помешает. Тем не менее, если днем температура вам кажется комфортной, на ночь сразу советую попросить в отеле дополнительное одеяло, ну так, на всякий случай. Как видите, в Мексике не везде и не всегда жарко. Название городка Метапек пришло к нам с языка наотль, что означает холм в Агаве. Вообще здесь можно найти огромное количество ручных изделий, которые считаются национальными символами. Главным из них является дерево жизни, которое, между прочим, в 2009 году государство Мексики зарегистрировало официально на имя жителей города Метапек, чтобы избежать подделок. Дерево жизни и Агаве – это главные символы Метапека. Главное занятие в городе – это изготовление ручных изделий и предметов из керамики. Здесь живет более 270 семей, для которых это является основной работой. По всему городу есть напоминание об этом виде искусства, ведь даже таблички с названиями улиц – и то из керамики. Въезжая в город, первым делом замечаешь высокий холм, на вершине которого стоит церковь под названием Темпло Дель Кальварио. Именно отсюда открывается самый красивый панорамный вид на Метапек и близлежащий город Толюка. Церковь выполнена в стиле неоклассицизма и считается главной достопримечательностью Метапека. Интерьер церкви можно назвать помпезным, а сочетание белого цвета с золотым придает ощущение спокойствия. Если же вам повезет, вы даже сможете послушать орган. Живописные ухоженные сады вокруг церкви – это просто идеальное место для прогулки. Кстати, в своем видео с полуострова Юкатан я упомянула, что хочу сфотографироваться со всеми названиями городов, которые есть в Мексике, а таких вовсе немало. Но, что вы думаете, именно в Метапеке этих букв не оказалось. В Метапеке существует весьма занимательная легенда о русалке, которую, кстати, можно увидеть по всему городу. Зовут ее Тланчана. Говорят, что ее неоднократно видели в местных водах, а испанские конкистадоры ее и прозвали русалкой. Считается, что это мифологическое создание существовало много лет назад, когда еще вместо города было сплошное озеро, в котором ловили рыбу для продажи и для питания. Именно благодаря рыбакам стало широко известно о мистической женщине, живущей в воде, которая завораживала мужчин и могла менять свой облик в зависимости от настроения. Если она была в хорошем расположении духа, то у нее вырастал рыбий хвост, что означало еще и хороший улов рыбакам. Но если она была чем-то недовольна, либо же безответно влюблена в кого-то, то у нее вырастал змеиный хвост, которым она утаскивала мужчин в воду. Правда это или нет, но эту девушку уважали рыбаки и фермеры и просили ее благословения, чтобы ловить рыбу, сеять урожай и даже выходить замуж или жениться. Во многих домах также стояла керамическая фигура тлянчаны, чтобы она несла добро в дом. Говорят, что именно от нее произошли местные лягушки, рыбы и прочие морские жители. Главная площадь города называется Пляса Хуарис. Здесь же расположена фигура тлянчаны, мостик, на котором влюбленные пары могут повесить замочек в честь своей любви и многочисленные кафе, расположенные вокруг. Мощенные улицы. Ручные поделки. Яркие краски. Тишина и покой. Именно так я могу описать Метепек. Небольшой городок, который просто идеально подходит для тихого семейного отдыха, который периодически так нужен после большого и шумного города. А вы уже бывали в Мексике? Какой ваш любимый город? Расскажите мне об этом в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями-путешественниками. А также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее приключение по Мексике. На этом на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok